Сегодня у нас в повестке дня 62 вопроса, но я бы назвал это днём отклонений. Почему? Потому что кроме первого вопроса, фактически все остальные вопросы, то есть должными комитетами к отклонению. И это удивляет, как и отказ от правительственных часов. А удивляет прежде всего потому, что сегодня у нас 170 лет манифесту Коммунистической партии, который написал известный классик Карл Маркс. И, кстати, этот документ, как и Капитал, вошли в золотую коллекцию ЮНЕСКО и признаны памятником. Потому что у нас всего три идеологии есть – коммунистическая, фашистская и либеральная. Выдивляет то, что сегодня среди отклонённых законов, в том числе законы о знамени Победы. Вы видели конфуз, который произошёл при праздновании 75-й годовщины со дня окончания Сталинградской битвы. То ли там в Химчийске, то ли ещё где-то исчез один из атрибутов знамени Победы. Но меня удивляет другое. Вчера было 75 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону. Но в музее-заповеднике Нобелевского лауреата, дважды героя соцтруда, ветерана Великой Отечественной Михаила Александровича Шолохова, до сих пор существует, вроде как опротестованный прокуратурой, целый комплекс Краснову и его подельников, которые осуждены, и даже при ельцами при попытке их реабилитации справедливо закончились отклонениями. И с нашей точки зрения, все вот эти вопросы, они как раз говорят о лицемерии сегодняшнем. У нас, с одной стороны, мы побеждаем всех и вся, а с другой стороны, умалчиваем о гибели 250 граждан Российской Федерации в Сирийской пустыне. Что-то ни одного героя обозначить причины, почему они погибли, не нашлось. А причина очевидна. Нам просто показали урок современной войны, и вот это ура-ура патриотизм вовнутрь, который не подкреплен реальными, скажем так, действиями по вооружению и его совершенствованию. Потому что авиация, которая работала в Сирии, была собрана со всей России, в основном изготовлена в советское время. Сегодня, к сожалению, мы уже утеряли многие технологии. И с нашей точки зрения, вообще-то нам надо от ура-ура и вопросов, когда высшие должностные лица прячутся в ответственный момент, переходить к более серьезному осознанию происходящего и принятию мер, в том числе законодательных, как нам улучшать ситуацию, как сделать так, чтобы сверхприбыль частных авиакомпаний не приносило убийства значительного числа наших сограждан, причем без ответа. Потому что причина-то оказывается в том, что Минтранс до сих пор не отработал авиационных правил, которые бы обязывали всех, вообще-то, владельцев судов выполнять определенный набор технических требований. Ну и, конечно же, мы считаем, что надо принимать внесенные нами законы, потому что они как раз и дают предложение, как решать вопросы о сегодня скопившемся проблемах. Вот Вера Анатольевна продолжит. Спасибо. Избирательная кампания набирает обороты. Кандидаты в президенты Российской Федерации сейчас в регионах. И как раз это самое благодатное время, чтобы поднять все вопросы, которые волнуют сегодня граждан нашей страны. Вот недавно в Новосибирске состоялась встреча с двумя кандидатами. Это с действующим президентом и действующим кандидатом от КПРФ Грудининым Павлом Николаевичем. В общем-то, наш кандидат набрал огромный политический резонанс. И огромное количество желающих было встретиться с ним, задать ему вопрос. Какие вопросы волновали в основном? Конечно, в первую очередь, это социальные гарантии для нашего населения. Какие это социальные гарантии? А вот одну из таких гарантий мы сегодня будем рассматривать, она есть в повестке дня. Это минимальный размер оплаты труда, который будет теперь соответствовать на все 100% с 1 мая 2018 года прожиточному минимуму в нашей стране. Я немножко остановлюсь на этой теме, потому что слишком большое значение придают исключительно формальной стороне этого дела. Дело в том, что есть региональные минимальные размеры оплаты труда, и они, как правило, были выше того, что сегодня предлагает федеральный центр. Поэтому для тех, кто получал минимальный размер оплаты труда на региональном уровне, для них в соответствии с прожиточным минимумом регионального именно уровня, для них ничего не изменилось. Ну, я хотела бы просто привести пример. Давайте возьмем любое, например, бюджетное учреждение, среднестатистическую школу. Что происходит там? Как этот минимальный размер оплаты труда повлияет на фонд оплаты труда этого образовательного учреждения? А я вам скажу, что практически никак. Почему? Потому что заработная плата педагогических работников, она сегодня выше минимального размера оплаты труда, и для них ничего не изменится. Она очень низкая. А вот если придет учитель, молодой учитель, и получает ставку, например, 8800 рублей, и получает доплаты там за проверку тетради специальной части фонда оплаты труда, он выходит как раз на этот прожиточный минимум 11 тысяч, например, 163 рубля. И такая же точно заработная плата должна быть, например, у тех людей, которые сегодня заняты в обслуживании зданий, сооружений школы. То есть уборщица и учитель подравнялись в заработной плате, и сегодня она практически одинакова. Эта ситуация ненормальная, и, конечно, ее надо менять. Недавно у нас произошли страшные случаи в школах, и сегодня я знаю, что прокуратура проверяет школы на предмет забора, как они там, можно пройти через этот забор, нельзя пройти через этот забор. Значит, проверяют, как документы оформлены по охране, именно по безопасности, все ли приказы написаны, как там все это устроено. Но самое главное, по-прежнему сидит у входа в школе та же самая вахтерша, которая получает оклад в 4 тысячи рублей, и к этому окладу добавляется до прожиточного минимума, до минимального размера оплаты труда, и больше ничего не меняется. То есть в бюджетной сфере тоже практически изменений нет. Что для бизнеса? А для бизнеса подрастут их налоги, например, страховые взносы и фонд оплаты труда. Следовательно, отчисления тоже подрастут. Поэтому мы сегодня должны говорить еще и о том, какую мы получим, какой резонанс. И самое главное, где взять регионам 32 миллиарда рублей, чтобы поднять вот эту заработную плату? Где взять? Где взять муниципалитетам эти деньги, которые нужно заплатить сегодня людям? Поэтому больше вопросов, чем ответов. Добрый день, уважаемые коллеги. Все-таки вернусь к повестке дня сегодняшнего. Действительно, сегодня день разочарования для оппозиции предполагаемых, потому что будет принят всего один законопроект, касающийся прожиточного минимума. Все остальные законопроекты направлены на решение актуальных для людей вопросов, и предлагаемые оппозиционными фракциями, планируются к отклонению. Речь идет о внесении в Трудовой кодекс изменений, это, в частности, инициатива фракции КПРФ, о запрете увольнения руководителя сегодня исключительно по инициативе учредителя соответствующего учреждения, либо собственника имущества для некоммерческих организаций. К сожалению, сплошь и рядом имеют место случаи, когда руководители успешные, активные, неравнодушные руководители, которые говорят правду, увольняются именно по этой причине, без объяснения причин по соответствующему положению статьи Трудового кодекса. Предполагается, что для некоммерческих организаций причина увольнения должна быть четко сформулирована либо в Трудовом договоре, либо в соответствующих дополнениям к Трудовому кодексу. Мы будем сегодня отстаивать свою позицию. Есть ряд законопроектов наших коллег, которые ограничивают расплаты за капитальный ремонт в многоквартирных домах, и которые, безусловно, тоже заслуживают внимания и должны быть приняты. Но планируется сегодня на отклонение. Есть ряд инициатив, связанных сегодня с, скажем так, более честным подходом к проведению избирательных кампаний, тем более накануне у нас выборы президента. Речь идет и о процедуре досрочного голосования, о процедуре голосования под крепительным удостоверением и о вообще необходимости отмены разного рода вот этих вот вариантов, дающих возможность фальсификаторам получать нужные или заранее запрограммированные результаты. Фракция поддержит эти предложения и настаивает на том, что именно выборная кампания является основой для по всей последующей политики. Не будет честных выборов, не будет честных результатов. Соответственно, не будет потом никакой надежды на изменения ситуации в стране и на борьбу с коррупцией, по большому счету. Спасибо. Все остальное, я думаю, в рамках уже нашего заседания будет более подробно освещено. Я единственное хотел бы добавить, что мы внесли закон о том, что прожиточный минимум должен равняться 25 тысячам сегодня. Почему? Ну, скажем, я живу в простом Росельмашевском доме. Я получил за прошлый месяц платежку 7400 рублей. Представьте, что есть люди рядом со мной живущие, которые получают прожиточный минимум 11. Что им делать? Заплатили 7400, а дальше что делать? Потому что, ну, это типовая квартира 64 квадратных метров. Поэтому мы считаем, что не менее 25 тысяч должен быть прожиточный минимум. И мы вообще-то считаем, что пора перестать слушать Кудрина и Набиулина, потому что Штирлис никогда не был так близок к провалу, как Чубайс, Кудрина и Набиулина, которые даже в список запретов не попали. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!